У нас с вами сегодня 20 минут есть, мы с Александром Молчановым из города Москва, основателем Виндов. Мы с вами, мы позвали интерактивное сессия, то есть общаться будете вы, надеюсь. У нас было два докладчика, они заболели, сегодня они с вами приехали, мы так будем с вами организовать. Я для начала просто хочу ответить, я когда заканчивал свое выступление, следующий выступающий сказал вот такую интересную штуку, про то, что вот, я это часто слышу, вот этих вот врачей, которых дистанционно нельзя учить, это врачи дольше всех могут дистанционно использовать, да, активно электронную симуляцию, да, и так далее. Лучше сначала одеться в витуального пациента, чем в живого сразу, правильно? Чем больше раз в витуального задержишь, тем лучше, ну, для живого. Что касается, там, работы на станках и тому подобное, я же не призываю дистанционно учиться работать на станках, я призываю на станках учиться больше не дистанционно за счет того, что то, что можно дистанционно, потому что, извините, если у нас студент, учащийся на, там, инженерной специальности, там, два часа он слушает лекцию по философии, пишет какой-то там эферат по философии, там, этот эферат, там, его променяют, там, что-то передает, ходит за преподавателем и так далее, вместо этого он мог бы, наверное, на станке на этом работать не два часа, а четыре, десять, пятнадцать и так далее. А то, что он отправил, да? Вот, про идентификацию, я просто хочу сказать, как представитель учебного заведения, в котором нужно семь тысяч студентов, инстанционных, больше тысячи курсов, вот, система идентификации, это то, как вы пропишите эту систему, у себя в внутреннем положении. Если у вас есть авторизация через систему логинов, пароли, да, подпишите, как присваиваются логинов, пароли, как они рассылаются, там, подобное, как эта авторизация происходит у вас на учебном портале и тому подобное, и все. То есть, не надо ничего там будет. Коллеги, на самом деле, есть один вопрос, вот мы так кинулись сразу обсуждать все. Скажите, а что такое для вас цифровой колледж? Это вообще что? Что такое цифровизация колледж? Вы пришли сюда, это узнать. Это узнать? Так, хорошо. А вот электронное обучение внедряется в колледж, это цифровизация или нет? Вот вам Антоний Швинд очень много рассказывал, что в этом цифровая трансформация, цифровая экономика и так далее. Я не совсем согласен с тем, что он говорил, но все-таки. Вот электронное обучение, это можно здесь тихо цифровой трансформации? Почему? Есть что-то такое, что вот электронное обучение делает лучше, чем традиционный учитель? Персонализация. Персонализация. Классно, замечательно. А вот если персонализация, скажите, вот традиционным способом мы ее не можем полностью реализовать, правильно получается? То есть все, что у нас есть, там, дисциплины по выбору, профили всевозможные, там, мелко нарезанные, это все такой вымесел небольшой. Индивидуальные учебные планы мы тоже не применяем, правильно? Применяем, но это частично профанация, но если по-честному. Правильно же? Она персональная, как минимум, для группы. А нет, давайте с вами правильно. Ну, персонально для группы это уже не персонально, это уже коллективно. Вот насчет персонализации, на самом деле это так, и очень часто, обсуждая тему цифровой школы, мы приходили тоже к такому выводу. На уровне Министерства образования России, о том, что цифровая школа это там, где я. Цифровой колледж это там, где я. То есть, где я нахожусь, там и есть цифровой колледж. Вот, соответственно, отсюда возникает второй вопрос. Логистика знаний. Страшное слово. Его впервые с громкой, с большой трибуны Марина Николаевна Рапова произнесла, да? Что такое логистика знаний? Сейчас она как выстроена? Учитель. Прочитал книжку. Много книжек. А в смысле? Вот здесь материал пришел к детям, выдал новое. И все. И все. И все. А теперь сделаем шаг назад. Есть автор книжки, который ее написал. Что происходит дальше? Он приходит в некий институт повышения квалификации. Говорит, смотрите, у меня есть моя методика. Я вот так обучил 30 человек, у меня получилось. Давайте про это будем рассказывать. Дальше он подготовил 30 человек. Они разъехались по регионам. И у себя в институт повышения квалификации. Начинают это транслировать. Это напоминает известный анекдот про то, как известный певец поет на Петра Беновича. Здесь происходит такая же ситуация. Та методика, которую внедряет конечный учитель, зачастую очень далека от того, что задумывал автор. В цифровом образовании, в электронном обучении, если туда шаг сделать, оно дает возможность цифровой трибуны. Правильно? То есть каждый педагог может сам работать с конечной аудиторией. Через цифру. Здесь вот в предыдущем докладе очень хорошо мне понравилась фраза. У нас нет стен. За счет электронного обучения уходят стены. То есть обучение выходит за рамки учреждения на любую аудиторию. Соответственно, принципы цифровой трансформации меняются для ученика и для учителя. Скажите, пожалуйста, автоматизация учебной деятельности, управление учебной деятельностью. Относится ли к цифровой трансформации или нет? Мало. Мало. Вы думаете, мало? Нет, я должна быть обязательно, но пока мало. А что внедряется, что есть уже? В основном локально. Именно здесь мы в основном лезем лезем лезем. Электронного учета успеваемости, чего-то там. Нет, она. Учет идет. А учет идет по дисциплинам или по компетенциям? По дисциплинам. А во ВГОСе по компетенциям? Странно, да? А если мы привяжем учет успеваемости к компетенциям, мы представим, что мы нашли некий механизм, не представляю пока какой, и он будет учитывать компетенции. Как вы думаете, к чему это приведет на следующем шаге? Это возвращаясь к вопросу про персонализацию. Персонализация означает, что мы каждого ребенка рассматриваем с индивидуальным набором компетенций, каждая из которых развита на определенном уровне. И отталкиваясь от этого базового захода, начинаем что-то там дальше с ним делать. То есть мы должны что-то померить, как-то учесть. Как вы думаете, к чему это приведет на втором шаге? Вот мы померили, чему-то обучили. А дальше-то что? Вы можете себе представить, что у каждой компетенции есть срок своей жизни. Вот, например, вы учили математику, у вас было 9 разделов. И вдруг в математике появляется 10-й раздел. Это значит, что все, кто учил 9 разделов, они внезапно начинают знать меньше, чем те, кто учат 10. Правильно же? Значит, срок жизни знаний появляется, и он начинает привязываться к каждому конкретному человеку. Означает очень интересный факт. Если ты будешь жить не обучаясь, то ты постепенно теряешь свою ценность. Как человек, как работник. Правильно же? Ну так же происходит. Мы учились с варочным аппаратом работать. Вдруг раз полуавтомата вышли. Все. Тебя списали. Либо переобучаешься и так далее. Но есть еще вторая сторона этой медали. Представьте, компетенции меряем, 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 и внезапно выясняется, какая-то компетенция у вас вышла на уровень высшего образования. Уровни образования внезапно стираются. Появляется только персональная карта компетенций. У нас нет разницы, кандидат в науку в колледжи или в университете. Это одинаковые кандидаты науки. Каждый из них прокачивает компетенции каждого ребенка по-разному. Есть те, кто халтурит в вузах, есть те, кто классно работает в колледжах. И я не могу сказать, что выпускник в колледжах хуже, чем выпускник в вузах. Я сталкивался и с теми, и с другими, и поверьте, ровно наоборот. Соответственно, уровни образования стираются. А если они стираются, тогда как мы с вами будем дальше работать? И что такое цифровое колледж? Можно это представить как некая, не знаю, программка в смартфоне или еще что-то, которая вам рекомендует. Смотри, у тебя квадратные уравнения плохо идут. Вот там Мария Ивановна, она лучше всех читает квадратные уравнения. Почему лучше всех? Потому что 2000 выпускников, которые у нее учились, квадратные уравнения применяют в жизни на ура. А вот у Нины Ивановны как-то вот квадратные уравнения западают. Вот к ней на квадратные уравнения не надо ходить. Но у нее вот геометрия классно идет. Представляете, что цифровые данные, вот те, которые можно собирать вокруг учебного процесса, они позволяют не только ученика оценивать, они позволяют оценивать весь учебный процесс. И делать три интересных вывода. Первый вывод. Учитель знал, но не дал. Почему? Не умеет или не хочет? Учитель не знал и не дал. Ну тут понятно, надо переобучать, либо увольнять, да? Учитель знал, знает как дать, но почему-то не дал. И это вопрос уже либо к учителю, либо к образовательной организации. Что не так? Учебная программа неправильно составлена, часов мало, дети не такие. Что происходит? У всех учителей нет даны компетенции на должном уровне или только у одного. Представляете, что такое цифровой конкурс? Вот после этого. Вот именно об этом, наверное, сегодня дальше будем немножко говорить. Коллеги, я начну чуть-чуть пораньше, я так сейчас не могу сказать, свое выступление начну, потому что мы время опаздывали, сейчас чуть-чуть пораньше начнем, потому что я человек напекающий. Коллеги, про вот эти вот компетенции, да, про цифровой конкурс, потому что сейчас Александр говорил, моя любимая тема – это прозрачность учебного класса. Цифра дает, сферализация дает прозрачность. Вы же знаете, что есть одни и те же студенты в колледже, например, да, или в УСИ, или в школе ученики, и почему-то те же самые студенты приходят к преподавателю. Не знаю, там, философию. И задают философию на пятерку, и все классно. Они к нему ходят на занятия, задают на пятерку, и тому подобное. Приходят эти же студенты к преподавателю другому, ну, так, предположим, русского языка. И все получают двойки и не ходят на занятия. Вот вопрос, почему, да? Но когда мы внедряем цифровую цифрализацию, цифровые технологии, когда у каждого учебного предмета есть, есть цифровой аналог, в котором все контрольно-оценочные средства, все кимы вот эти вот и так далее, они там есть, у каждого преподавателя, да? Все студенты в эти контрольно-оценочные средства заходят, сдают, получают обратную связь, все отзывы от преподавателей и тому подобное, все это залогинено, да? Все это в логах есть, все это в отчетах есть, и мы все это видим прозрачно. И видим по русскому языку, и видим по философию. Можем мы анализировать цифровые данные, эти отчеты, смотря сколько преподаватель русского языка сделал, негативно сделал комментарии на ответы студентов, и там преподаватель философии определить, в чем, почему у нас по русскому языку студенты учатся плохо, а по философии хорошо. Я, 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 я еще и не только спрашиваю, я утверждаю, потому что я это вижу, потому что у нас это есть, да? То есть у нас есть учебные курсы у всех очень. И что касается, ну, организации образовательного процесса, я бы хотел поговорить о том, с чем вы наверняка столкнетесь или сталкивались, да? Что с этим делать? Вот у нас есть идеальная картинка, большая красная кнопка, вот, я вообще считаю, что, ну, я, я люблю шутить, вообще любят шутить про эту красную кнопку, особенно корпоративщики, обучить всех, да, там, нажал на кнопку, все обучились, да? Вот, большинство руководителей относятся к вот этим всем цифровым технологиям, к этой автоматизации и так далее, как к какому-то некому волшебству, что там ребята что-то там на шамале, айтишники, что-то нарисуют и все заработают. Хотя на самом деле есть очень важные штуки, которые нужно обязательно сделать. Первые шаги это какие? Первый важный, самый важный шаг это четкое распределение ролей. Что это значит? Да, чтобы внедрить действительно нету цифровую платформу, там, электронное обучение, там, учебный портал в вашем колледже и так далее. Вы должны четко понимать, а кто им должен рассылать логин и пароль студенту? А когда он должен это делать? А если логин и пароль не прислали, кому студент должен обратиться? А кто должен загружать эти курсы? А кто должен подписывать студентов на эти курсы? А кто должен подписывать преподавателей? Это один человек? Нет, разные люди, да? А кто должен их отписывать от курсов или не должен отписывать, когда они исчездаются и увольняются преподаватели? А каким образом, значит, эти оценки появятся в зачетках? А зачетки будут бумажные или электронные? А кто их будет вести? А кто будет подписывать? Ну и так далее. То есть это распределение ролей, это очень хорошо продумано. И вот нужно пройтись по всей схеме, как студенту с группею, откуда появились данные у студентов, да? Примерно, как они все вбили эти данные в базу. Потом кто-то знал приказ, да, там, что-то сделал. Эти данные должны попасть в деканат там или в учебную часть, да? Потом они должны эти учебные, эти данные попасть в кому-то там, кто их подключит в учебную порталу там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Такое распределение ролей должно быть очень грамотно сделано. Там не должно быть дыр. Если там будут дыры, если вы не договоритесь, например, а что будет, если он ведет в академию? Как бы забыли, не подумали, да? Вот у вас студент выходит в академию, и он у вас где-то вот пропал. Никто его куда-то не перевел или там еще что-то там и так далее. И вот он попал, да, и он не знает, что делать. А что будет, когда он переведется? А переведется с курса на курс, или переведется со специальности на специальность, или переведется из другого учебного заведения, ну и так далее. То есть эти все вещи нужно придумать до того, как вы это все будете выглядеть. Потому что если вы это не распределите, и у вас дыры будут, и не будет понятно, что кто, за что отвечает, то неминуемо это вызовет очень-очень сильное отторжение у ваших получающихся. Они будут, да, я тут попал, я тут целый месяц скажу, не знаю, где наложен король, получить и так далее. И сильное отторжение у коллектива. Потому что коллектив тоже начнется с пихивания друг на друга, вот это вот, а я за это не отвечаю, да, отвечает другой человек, но я вообще никто не отвечаю. Лучебный план. Лучебный план, если вы собираетесь генерать цифру, в лучебном плане должны появиться дисциплины, которых не было. Должна быть какой-то курс по обучению, использованию электронной среды. Но тоже. Должна быть какая-то дисциплина, которая обучает людей работать в интернете, работать с электронными каталогами, базами данных там, ну и так далее. То есть такая, это дисциплина должна быть прям. Потому что у нас элементарно студент, который, там, выполняет какие-то вещи, значит, интернете делает там и так далее, он нас элементарно даже не умеет искать, ну, какие-то данные в интернете. Ну, кто преподаватель наверняка может быть сталкивается, когда вы задаете какое-то там задание студенту, выполнить какую-то творческую работу, он заходит в поисковик, скачет самую первую ерунду полную, написанную неизвестно кем, без какого-либо авторства, в статью изведения и в лучшем случае, в лучшем случае, вообще не понять, что он будет. И с этим выступает. Хотя это на самом деле какая-то буха, ерунда. Его же нужно научить, как искать то, как проверять, правильный это источник или нет, по каким параллельным это проверять, фарт чей-то какой-то поводить, когда? То есть это должно быть прямо в учебном плане. Эти дисциплины должны быть. Иначе у вас студенты сталкиваются с огромной проблемой. Я в отделу говорю. И что касается подготовки студентов. Студентов нужно серьезно готовить. Они должны понимать полностью, как работает вся эта система и так далее. То есть как только первокурсники пришли, сразу же этих первокурсников нужно хорошо поучить. Во-первых, им нужно сначала рассказать, что ребята, вам сейчас на почту придет один пароль, первое письмо, мы должны сделать то-то, показать это все. Они должны это попробовать. Потом лучше еще привести обучение. То есть у нас там эти студенты все поступают, они приходят все ко мне, каждый студент в первую очередь приходит ко мне, и каждой группе я показываю систему дистанционного обучения, электронную библиотеку и прочее, прочее, прочее. А потом у них еще обучение идет. То есть если студент этим не владеет, это не получится никогда. Преподаватель. Ну, обучать преподавателей, ну это банально, да, но надо. Я просто свою позицию хочу до вас донести, чем мое обучение, когда преподаватели отвечают с мультик обучения преподавателей. Мое обучение. Когда мы распределяли ролик, роль преподавателя должна быть четкая. Потому что я очень часто вижу, когда коллеги эту роль распределяют очень своеобразно. Мол, вот, давай, делай электронный курс, учи там, ты отвечаешь за все. За то, как она выглядит этой дисциплиной в электронном курсе. Кто ставит оценки, кто что загружает, записывает студентов сам, кто вообще сам. И нету четких, конкретных вещей, что он должен делать. У нас есть четкое распределение. Преподаватель проведяет какие-то там, проверяет он определенным образом. То есть, ну, поговоряю о чем. Тебе нужно зайти сюда, нажать на эту кнопку, поставить какую-то оценку, написать какой-то отзыв, и все. Например. Или там, ну, по сути, тогда, то есть там. И мы делаем, давайте, ну, какие-то сервисы определенные. Вот тебе окно доступа, да, ты вот запрос делаешь, свою филу вбиваешь, наживаешь кнопочку отправить, и у тебя список всех твоих непроверенных работ уходит по студенту. И все. То есть, это не четкие границы должны быть. Потому что нельзя взять преподавателя, да, и сказать, что вот есть тут электронные технологии, цифровые, вот они бывают такие, бывают такие. Знаете, как раз я не хочу. В таком-то году, такой-то человек придумал какую-то вещь там и того подобное. Замечательно. Выдали в опорочке. Умеете вы работать с их правильными технологиями? Да нет, конечно. Нам нужно вот на эту кнопку нажать, вот сюда написать, ОК нажать. Если вы обучаете конкретно вот этим практическим навыкам преподавателя, если они ограничены, то у вас это будет работать. Если вы рассказываете, в каком году основана компания Moodle, то этого не будет. Неудачи. С какими неудачами вы столкнулись? Ну или столкнулись уже, да, что с ними делать? У нас есть, ну, грубо говоря, первый случай – это некомпетентность. Причем некомпетентность может быть со стороны преподавателя, может быть со стороны студента. Но прежде всего это некомпетентность администратором. То есть если вы на первом шаге неправильно распределите роли, то у вас вот эти неудачи связаны. Неудачи – они будут. И в этот момент самое плохое, что с вами может случиться, это вы зачаруетесь просто очень. У вас очень быстро это зачаровывается. Как что-то не получается, у нас сразу же появляются люди в образовательные участия, которые «Да вот это все ерунда! Я же говорил! Да вот это все вот! То есть это зачарование будет в сто процентов. Оно всем бывает, да? Просто нужно вот эту дырку найти, вот распределение ролей заткнуть, и все будет хорошо. Второй случай. Вы внедрили, не знаю, там, вебинары. Вот коллега сегодня рассказывает про вебинары, да, там? 2013 года 900 вебинаров. Вот это что получается? Сегодня у нас 2019-й, прошло 6 лет, за 6 лет 900 вебинаров. Ну, неплохо, в принципе, да? Вот. Но по-хорошему, да, это вот хорошо или плохо? Ну, вот мы за год 900 вебинаров проводим. Хорошо или плохо? Вот показатель какой-то? Наверняка нет. Потому что, вот, смотрите, вы проводите вебинары. Вот вы проводите вебинары с ними, к вам приходят два студента. У вас преподаватель, вы, у вас, значит, этим вебинаром, организацией вебинаров занимается, там, айтишник, какой-то там, он его создал, который, да, рассылку сделал студентам, потом сидит человек, который записывает этот вебинар, потом есть же люди же, всякие методисты и так далее, которые план составили этого вебинара, разработали чего-то, на курсу включили, там и того подобное. Есть преподаватель, который, ну, зарабатывается, и что это всего дело и того подобное. То есть, масса людей в этом участвует, мы затратили огромное количество времени на все это дело, и вот привели вебинар для двух студентов. А зачем? Если проще было просто собрать бюджетовик, да, может быть, даже вообще сэкономить на зарплате всех этих, там, 6-7-7-ных людей, да, и прямо вот этих людей привезти, там, да, из тервиза, да, из-за втешимой привезти, вот, в общем. То есть, у нас люди, ну, вот вопрос о вебинарах, да, вот у нас был такой случай, мы внедрили вебинары, и к нам сначала, на вебинары мы делали рассылки, красивые, всякие презентации, там, анонсы и так далее, и приходило много студентов. А потом мы начали проводить вебинары чаще, 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 много, 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 и у нас были вебинары, на которых студенты вообще делали. То есть, мы записывали вебинары, потом мы это, нарезали, и сделали из этого видеолепса. Это же был, что, надо же куда-то девать, но сначала ваши учащиеся, когда это новинка, когда это появилось только, они активно участвуют. Ну, например, вебинары не дали, они все поедут. Это не значит, что это будет всегда, да, что это все классно, эта технология работает. Они пришли, потому что это новинка. Вот потом они начинают вставать. Вот эта активность, в случае, когда он в портале падает, и тому подобное, и вам нужно не включать караулу. Я же говорил, вебинары не нужны. То есть, вот опять же, вот этот человек появился, да, или там, что-то еще, да, нужно просто подумать. А может быть, это нужно использовать немножко по-другому, или для конкретных людей, а может, собирать не всех студентов, а только студентов, которые, например, какие-то практики собираются там, или после практики отчет пишут, и мы там проведем вебинар. Ну, то есть, нужно искать какие-то вот эти, действительно причины, почему люди перестали пользоваться там учебным порталом, Сначала пользоваться, потом перестали. И, естественно, закрывать. Да? И третий вариант, который у вас появится обязательно, когда вы входите в цифру, ну, когда серьезно начинаете это делать, у вас появятся недовольные учащиеся. Большое количество. Они будут ходить, говорить, что ну, как так, раньше, Иван Иванович, там читал лекции, там, классно, все было, да вы, тяги, билеты, и тому подобное. А сейчас у меня сто контрольных каких-то на учебном портале нужно загрузить, там, и тому подобное. И знаете, кто это будет ходить? Не двоечные. Отличные. То есть, они будут больше всех сопротивляться этим изменениям, потому что они в традиционную систему обучения уже в релизе. они знают, что для того, чтобы сдать фенософию, например, можно сидеть на первой парке, открыв рот, смотреть в глаза преподавателя и девать, понимаете, и ходить на каждую парку. И тогда, возможно, он вообще автомат поставит, да? А цифровая тема это совсем другое. Здесь, ну, не получится по-другому. Здесь нужно вот куча-куча каких-то заданий, они все в системе, и нужно все загрузить самостоятельно, файлики какие-то, сделать, практика-билетестирование и тому подобное. И вот тут отличники начинают очень сильно переживать. И вот со студентами тоже нужно работать. И нужно понимать, что потому что вот эти вот товарищи, которые пойдут, они же пойдут жаловаться не просто кому-то там преподавать, они пойдут там в учебную часть, директор колледжа и тому подобное. И опять появится человек, вот это, я же говорил, да? То есть вам необходимо найти те вещи, объективны, потому что цифра поможет это сделать. Вы посчитайте, сколько двоечников, да, или троечников, когда там сдали дисциплины, вы не смотрите на людей, которые пришли там жаловаться, что им что-то не нравится и тому подобное. То есть с этим необходимо работать. То есть этим не важно. что мы немножко убиваем свои дар, сейчас, я покажу, что это будет дороже, но по дневной дискуссии нам отъедено 30, я решусь, принято. Поэтому мы сейчас с вами совершенно ладоку, ее сглубо, синий. Самое главное решение это систематическое изучение этих данных. То есть вам необходимо, если вы собираетесь действительно это внедрять, вам необходимо постоянно измерять результат. Потому что мы как же делаем все время? Сессия прошла, сдала столько, не сдала столько, это 4-5, столько, там, качество такое-то, там, и так далее. Не забыли, замечательно. Надо смотреть, если у вас внедрена система какая-то электронного обучения, если вы ее внедриваете, эти срезы нужно постоянно делать, еженедельно делать. Нужно какие-то вот эти измерители изобрести для себя. То есть те же самые отчеты по авторизациям, да, там, этих студентов. В этом месяце авторизовалось столько-то студентов в следующем месяце, столько-то, и на неделе, столько-то, там, и так далее. Нужно смотреть, почему в этом месяце, в этой, на этой неделе авторизации было больше, и так далее. Нужно соотноситься с их деятельностью. Этими цифрами нужно крутить, нужно заниматься, постоянно анализировать, потому что вы не поверьте, насколько это откроет для вас новые совершенно знания. Потому что вы, может быть, о каких-то вещах даже не догадывались. Или, например, преподаватель, которого вы считали замечательным преподавателем, окажется лентяем. А человек, которого вы считали не очень хорошим преподавателем, окажется очень грамотным товарищем. И очень многие вещи у вас откроются. Это, конечно, будет много неприятных вещей, но, поверьте мне, будет много и приятных. Что касается поддержки, вот, если вы внедряете, ну, кто пользуется какими-то онлайн-сервисами, за деньги имеется в виду интернетом, там, еще что-то, да, вы же знаете, есть колл-центры, есть техподдержка, есть какой-то там горячий телефон и того подобного. И там сидит человек, который ваши проблемы решает. И очень многие вот задние учреждения этим принадлежают. То есть, если у вас внедрена какая-то система, значит, будьте добры, должен быть человек, который отвечает на технические вопросы, не так, как у нас очень часто люди в России делают, да, в стимулировке там. Идей вот туда разберитесь, иди там, вот туда разберитесь, там, и того подобного. Какой-то студент, да, по кабинетам, каким-то, пытается выяснить, почему у него там что-то не подключается, там, к вебинару подключаться не может, или еще что-то, да. Не так должно происходить, это должно происходить так, если он в цифре учится, значит, у вас на сайте должна быть кнопка «Задай вопрос». Задал вопрос, ему сразу же ответили. Или там, если там не ответили, значит, если в этой кнопке не отвечают, значит, одна должна быть другая кнопка, она повыше, типа, если вам не отвечают на этой кнопке, ответить, нажать на эту кнопку и тому подобное. То есть, этот доступ должен быть абсолютно простым и понятным для студентов. Если этого не будет реализовато, это то же самое, что и преподаватель. Владимир тоже должен понимать, почему-как там в воду. Если эти кнопки не работают, то, соответственно, никакая цифровизация не произойдет, потому что, я вам говорю, студенты-перфекционисты, им нужно, чтобы все работало красиво, просто, легко и тому подобное. все по волшебству. А у нас нужно, не знаю, заявление какое-нибудь, да, у нас, как всегда, цифровизация такая, нужно собрать целую кучу все на копии каких-то документов, написать заявление от руки, пойти к кому-то человеку, и встретить очередь, чтобы тебе там что-то, да, не смешно, загрузить от сканина вот какой-то документ, найти этот сканер еще, значит, загрузить его, загрузить определенным образом, чтобы там еще ограничение было стоять, какое-нибудь, знаете, не 10 мегабайт, 1 мегабайт, да, и тому подобное, и вот, только тогда мы тебе что-то там сделаем, то есть, вот эта глупость несусвенная, это не цифровизация, это вот, как у вас, где там, вот, госуслугами там какими-нибудь, там, еще чем-то там, или там, сервисом ФНС, там, или еще чем-то, мало людей пользуются, так далее, потому что много людей просто, ну, валятся на то, на загрузке фотографий, просто, понимаете, на загранпаспорт фотографию загрузить, это же надо там, повозиться с границей, со всякими графическими редакторами и того подобного, чтобы фотография как бы свесила определенное количество филопазит. Вот, эти все ограничения, они, могут привести к фатальной мощности двухгаляши. Так, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте. у нас следующий такой очаг.